Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале D.com. Сегодня 29 января 2022 года. Это видео, как обычно, будет полезно тем, кто планирует инвестировать в криптовалюты. Сегодня я хочу вас познакомить с топовым NFT на субстрате. А если быть точнее, на маркетплейсе Singular. Это тот самый маркетплейс, на котором торгуется NFT. И мы остановимся, конечно же, на топовом NFT. Называется обезьяны. Какое необычное для NFT название. Обезьяны. Но здесь не просто обезьяны. Здесь обезьяны хаоса. Но если простыми словами, обезьяны хаоса это DAO. Децентрализованная автономная организация. NFT достаточно молодой. Им всего лишь где-то около 6 месяцев. Но, в принципе, как и самому маркетплейсу. То есть они одни из первых, если не самые первые NFT на этом маркетплейсе. У нас представлена коллекция. Лимитированная коллекция из 99 обезьян. Все, больше не напечатают. Да, владеют ими 81 адрес. Этаж, то есть самая низкая цена, по которой вы можете купить здесь и сейчас 75 кусам. Текущий объем практически 3000 кусам прошел за 6 месяцев. И максимальная продажа 179 кусам. Специально для новичков заострю внимание, как продается 99% NFT на текущий момент времени. Создаются коллекции из 8 или 10 тысяч NFT. Дальше запускается маркетинг. В основном это халявный маркетинг. То есть сами люди, которые покупают за деньги эти же NFT, сами бесплатно его рекламируют. Для чего? Для того, чтобы попасть в белый список. Какой смысл попадать в белый список? Ну, для того, чтобы стать первым владельцем этого NFT и дальше за счет дефицита, за счет пампа попытаться выйти об толпу, которая покупает с рынка. Ну, то есть после того, как происходит чеканка, дальше либо NFT сразу скамится, да, сразу человек, который купил, теряет деньги. Либо начинается памп и он продает где-то там, ну, выше и на этом зарабатывает. То есть после этого, естественно, маркетинг не может поддерживаться постоянно. Но тем более никто его не будет поддерживать после того, как большинство продали это NFT. Оно уже неинтересно. Начинается дамп, начинаются слезы и так далее. И после этого обычно разработчики пакуют чемоданы и те люди, которые покупали эти NFT, теряют деньги. И у нас получается, что где-то вот 99% NFT, которые представлены или запускаются, да, на рынке, они действуют подобным образом. Здесь разработчик пошел другим путем. Он начал продавать штучно. То есть он выпускал обезьян по мере роста сообщества. Насколько я понял, опыта у него не было, поэтому он сделал коллекцию лимитированную. С одной стороны, конечно же, это хорошо. Дефицит приводит к росту цены. Но с другой стороны, сообщество не может расти, сообщество не может развиваться. А если ты не развиваешься, то, ну, с вероятностью 100% через какое-то время появится кто-то другой, который будет развиваться. И то есть и те люди, которые не смогут попасть, те инвесторы, да, или те спекулянты, называйте, как хотите, которые не смогут попасть сюда, в эту коллекцию, они обязательно попадут в другую коллекцию. Ну, у них просто выхода не будет. Конечно же, разработчик это все прекрасно понимает, так же, как и понимают владельцы. Поэтому, что они сделали? Правильно, они решили запустить вторую коллекцию. В идеале им надо было запустить, естественно, ну, продолжить так же чеканку здесь. Ну, 100, да, 101, 102, 103. Но я так понимаю, он боялся, что если он создаст бесконечную коллекцию здесь, многие не будут покупать этой NFT. Ну, посмотрят, что она не лимитированная. А здесь они видят, что она лимитированная. 100 NFT, ну, то есть дефицит наши все, и они 100% эксанод. Ну, то есть, с одной стороны, да, это хорошо, а с другой стороны, они сейчас зажаты, и получается, что им надо выпускать другую коллекцию отдельно от этой. И у нас, получается, вот этот объем, он уходит в одну коллекцию. А новую коллекцию, которую они создали не так давно, несколько месяцев назад, она уходит уже, этот объем, видите, уходит в другую коллекцию. Почему важен объем? Почему так важен объем? Ну, самое простое, если мы вернемся на главную страницу, раньше обезьяны были здесь на первом месте. То есть, они были в самом верху, сейчас их сместили. И их сместили, в первую очередь, из-за того, что он раздробил свою коллекцию на несколько коллекций. Во второй коллекции, конечно же, он учел ошибки первой коллекции, и поэтому у него здесь коллекция сразу не лимитированная. То есть, здесь нет максимального предложения. Но пугаться не надо. Почему? Потому что разработчик не дурак. Ну, в принципе, если не скамер, никто не будет здесь печатать бесконечно, да, убивать, скажем так, пол. То есть, здесь, скорее всего, будут печататься обезьяны по мере роста сообщества. Это, на самом деле, очень хорошо. Это дальновидно. Но, как он создавал эту коллекцию? Вы думаете, он просто создал обезьяны, дальше их продал? Нет. Он создал ящики. Да, он создал вначале ящики. Мы их покупали, кстати, добавляли в общую коллекцию. На тот момент он был номер один на маркетплейсе. Мы приобрели в общую коллекцию два ящика. И нам на эти два ящика пришли обезьяны. То есть, сами обезьяны мы не покупали. И у нас получается, что у него коллекция, на самом деле, разбита на три коллекции. Первая коллекция – это обезьяны Генезис, у которых, на самом деле, если взять за семь дней, последние семь дней, была всего лишь, видите, вот одна продажа. Дальше у него есть обезьяны обычные. Вот они. Вторая коллекция. Ну, точнее, третья коллекция. Было восемь продаж. И, конечно же, ящики. Это вторая коллекция, напоминаю, на которые пришли обезьяны. Здесь объем, ну, грубо говоря, полторы тысячи кусам. Единственное, смотрите, прежде чем залетать и покупать, например, ящики, которые, ну, с высокой вероятностью в дальнейшем будут давать какие-то дивиденды. Ну, то есть, на эти ящики будут капать в дальнейшем обезьяны первоначальным инвесторам. Ну, это, скорее всего, у него такая задумка. Единственное, это будет капать первым инвесторам, ну, то есть, тем, которые купили и не перемещали. То есть, на данный момент у нас в коллекции два ящика, они не перемещались. Они так и лежат на этом адресе, и перемещать мы не будем. Почему? Потому что, если мы переместим, мы слетим. То есть, их покупать не стоит, если вы хотите. Продавать их также не стоит. Они лежат и лежат. Вы можете продавать обезьян. Ящики трогать нельзя. Со временем, если вы не будете перемещать, ну, я думаю, с вероятностью 99,9% на этот ящик вам прилетит обезьяна. Скорее всего, никто из вас не понял его логику, но логика поощрять первоначальных инвесторов. То есть, он также, ну, с высокой вероятностью, тем ребятам, которые приобрели первые 99 обезьян, также сделал дроп в виде этих обезьян. Ну, то есть, дроп это бесплатно. Скорее всего, он скинул, но скинул, скорее всего, ящики не сами обезьян, а скинул, например, там по одному ящику или по два ящика. И дальше на эти ящики упали обезьяны. Ну, то есть, все равно он дает возможность заработать первоначальным инвесторам на дистанции. Так делают, в принципе, все нормальные разработчики, все нормальные артисты, художники, называйте их как хотите. И он, в принципе, не исключение. Поэтому в этом, ну, ничего для меня, по крайней мере, удивительного нет. И у нас получается, что он такими действиями разбил коллекцию на три коллекции. У нас получается здесь 3000 объем, здесь 1500 объем. У нас получается здесь 600 объем. Итого получается 5000 кусам объем, да, прошелся. Если бы у него этот объем был бы на одной коллекции, он бы сейчас находился на втором месте. Ну, здесь 5300, да, он бы находился на втором месте. Он сейчас находится на третьем месте. И то он находится на третьем месте по коллекции, да, которая была создана еще полгода назад. А здесь у нас коллекция, которая создана буквально там месяц или два назад. Ну, то есть, он теряет позиции за счет вот этого разбиения. Ну, то есть, вы видите, да, сколько косяков на самом деле было совершено, вот пока он создал это все. И вернуть на самом деле назад ничего нельзя. А в этот момент создаются другие, да, вот так же и на субстрате будут создаваться, которые будут учитывать все его ошибки и с которыми ему придется конкурировать. И почему так важен объем? Почему я так заостряю на нем внимание? Которые, кстати, вот обезьяны потеряли, весь объем свой растеряли. То есть, они растеряли весь свой вес, который у них есть на платформе Singular. По умолчанию здесь в рейтинге, да, если вы заходите в рейтинг, стоит по умолчанию 7 дней. Поэтому я здесь ничего не менял. И дальше мы смотрим вот топовые коллекции, которые представлены. Дальше у нас идет Dino, да, которая вышла там, может, там полтора месяца, два назад. У них объем за 24 часа 500 кусам. Достаточно ликвидное NFT, ну и как минимум стоит на него обратить внимание. У меня нет его в портфеле, я не покупал, но с таким объемом, если этот объем будет держаться на дистанции, да, ну как минимум надо заострить на этой NFT внимание. Видите, здесь обезьяны. Обезьяны скатились по объему, видите. Это не основная коллекция на самом деле. Основная у него вторая, третья коллекция с обезьянами. Это дорогие обезьяны, где 75 кусам. У нас получается, видите, одна продажа за 7 дней. И он сразу вылетел вот на 69 кусам. Ну то есть, а если взять обычных обезьян, обычную коллекцию, да, его третью коллекцию, видите, она здесь. То есть, у него 8 продаж, и у него получается 14 кусам. То есть, он потерял вот все-все-все свои позиции, всю свою ценность он растерял вот этими действиями. И получается, ящиков здесь вообще нету. Ну, ящики не продаются, их никто не покупает. Все понимают, что если ты их продашь или кто-то купит, они, в принципе, ценности никакой не будут. Опять же, ну, мертвый груз. Ну и получается, что мы выходим на рынок сингуляра, на рынок субстрата, и мы вылетаем без маркетинга, без ничего. Мы уже находимся раз, два, три, четыре, пять, шесть на седьмом месте. Итак, в чем заключается основная проблема Декома на текущий момент времени? В том, что мы не идем протоптанной дорожкой, мы идем своей дорогой. И поэтому нам приходится постоянно переобуваться. Наступать на свои ошибки, именно на свои, учиться на чужих не получается, потому что у них нету тех ошибок, у них нету того, что мы создаем. То есть, то, что они создали, оно неинтересно. Я специально заострил свое внимание на обезьянах, то есть, то, как он создал сообщество, то, как он раздробил вот тот объем, важный объем, да, экономически важный, который способствовал бы росту сообщества, он это все убил, вот создавая эти три коллекции. Поэтому нам нельзя совершать такие ошибки, и поэтому нам приходится подстраиваться, постоянно переобуваться. Я изучаю, естественно, я читаю то, что вы пишете, в том числе в Дискорде, и у нас, например, я обратил внимание, вот первый вопрос, когда человек вступает в Дискорд, он задает, абсолютно все задают одинаковый вопрос. Чем отличается красная коллекция от белой коллекции? И тебе надо как-то это объяснить, чем он отличается. То есть, мы создаем децентрализованное сообщество, но по умолчанию все должны равны, ну, то есть, все должны быть равны. И дальше ты должен как-то ему это объяснить. Поэтому, естественно, я сделал так, что у нас на данный момент времени все равны. То есть, неважно, какой вы номер приобретаете, какого цвета, все равны. Здесь нет редких номеров, здесь нет красивых номеров. Все абсолютно равны. То есть, если вам нравится красный номер, он ничем не отличается 680 от белого 680. И основная задача на дистанции нам выйти на коллекционеров. То есть, коллекционеры это совершенно другой трафик. Это очень дорогой и очень качественный трафик. Мне бы очень хотелось, чтобы коллекционеры добавляли в свои коллекции NFT-декома. Итак, что дает владение любым номером NFT-декома? Ну, первое, напоминаю, у нас есть своя коллекция, в которую мы инвестируем. Она представлена на основном сайте. Открывать не буду. Кто хочет, может перейти, ознакомиться. И в дальнейшем NFT будет представлять больше как читательский билет. То есть, если у вас есть NFT-декома, то на уровне протокола можно будет брать бесплатно в аренду любое NFT, которое представлено в нашей коллекции на нашем сайте. Также вы можете подписаться на наши социальные сети и наблюдать за тем, какие NFT мы добавляем в свою общую коллекцию. Это первый бонус. И второй бонус. Вы получаете доступ в закрытый канал, в Дискорде, где вы можете изучать другие NFT. Ну, например, два дня назад я добавил NFT с Джонни Деппом. На тот момент, когда я его добавил, пол был 0,8 Виталика. Мы сейчас разберем это NFT. Если бы я немножко раньше его добавил, если бы я немножко раньше узнал об этом NFT, оно стоило, ну, буквально на один день, там, буквально на 20 часов, оно стоило 0,2 Виталика. Да, за 0,2 Виталика можно было спокойно купить его на OpenSea, на открытом море. И сейчас оно стоит 1 Виталик. Ну, то есть, понимаете, да, время играет значение. И если вы, например, один человек изучаете рынок NFT, который стремительно развивается, вы не успеете следить за всем. То есть, здесь на самом деле, ну, реально каждый день важен. Даже бывают моменты, когда буквально вот несколько часов очень важны, когда начинается минт. Ты должен либо минтить вот прямо здесь и сейчас, и через несколько часов уже будет время потеряно. То есть, ты уже не сможешь заминтить. То есть, огромный спрос на данный момент на рынок NFT. И здесь у нас создана отдельная ветка. Ну, благодаря, естественно, владению NFT Деком вы получите доступ к этой ветке. Здесь нет торговых рекомендаций. Никто вам не рекомендует покупать то или иное NFT, но вы можете, по крайней мере, быть немножко впереди, перед другими участниками рынка. Такая же ситуация и с другими коллекциями. У нас также уже создается штаб. У нас есть гром. В дальнейшем у нас будет здесь, я так подозреваю, ну, от 50 до 100 человек, которые будут постоянно мониторить рынок. И здесь они будут выкладывать различные NFT, те, которые интересные, да, те, которые выходят на рынок. Здесь также он выложил интересную коллекцию. То есть для того, чтобы получить бесплатные токены, вам необходимо просто зарегистрировать свой адрес кошелька и свою почту. Естественно, многие из вас работают, у многих нет времени мониторить. Я также не знал об этой коллекции, но, видите, ребята делятся. Смотрите, со временем появится здесь намного больше ребят, которые будут управлять нашим децентрализованным сообществом. Я планирую, что здесь будет, ну, в следующие два года будет около 50, от 50 до 100 человек, которые будут постоянно выкладывать различные NFT, мониторить рынок. И, естественно, они будут управлять полностью всем и децентрализованным сообществом, они будут управлять всем нашим фондом, то есть всеми финансовыми потоками. Децентрализованное сообщество – это не я один. Это вот от 50 до 100 человек, в моем понимании, которые будут иметь равные права и которые будут быстро принимать различные решения по направлению движения децентрализованного сообщества ДЭКО. Также я создал специально закрытую ветку для штаба, да, где, ну, сейчас это один Гром, и я, скажем так, да, я также нахожусь в этом штабе, а со временем я все-таки надеюсь, что здесь будет все больше и больше активных ребят. То есть нас, в первую очередь, интересуют те, кто приносит максимальную пользу сообществу ДЭКО. То есть попасть сюда в штаб будет не так просто. То есть мы будем выбирать, да, в данном случае нас здесь двое, я и Гром. Дальше путем голосования будем добавлять новых участников, но это должны быть участники максимально активные, то есть максимально преданные сообществу, и они будут на дистанции вознаграждены. То есть бесплатно здесь, опять же, никто работать не будет. То есть в любом случае у нас будут комиссии в старичных продаж, в любом случае мы будем продавать новые коллекции, да, выпускать новые номера и так далее, и эти деньги будут распределяться между всеми участниками сообщества, да, то есть у кого полная коллекция между инвесторами, да, которые собирают, которые верят в проект, 50% вторичных продаж мы будем распределять среди них, и оставшиеся 50% мы будем распределять уже на развитие и также на поощрение тех, кто находится в штабе управления. Также мы планируем приобретать, не знаю когда, не хочу ничего обещать, подписки в закрытые различные группы. Здесь представлена вот одна группа, для примера я просто вам показываю какие цифры. Для того, чтобы в них попасть, надо заплатить 2 эфириума. Смотрите, у нас нет времени также мониторить, охватывать весь рынок, то есть мы должны мониторить и Etherscan, да, интересные коллекции, мы также должны мониторить западные площадки, западные группы, для того, чтобы сэкономить и свое время, и ваше время. Дальше есть еще одна, да, видите, 6 эфириумов и так далее. На самом деле групп огромное количество, нам надо их промониторить в ближайшее время все, ну хотя бы в ближайшие несколько месяцев, изучить и дальше начинать потихоньку приобретать. То есть основная задача зайти в коллекцию, узнать об коллекции до толпы. Итак, Джонни Депп создает коллекцию из 11111 уникальных NFT, из картин, которые он сделал с изображением своих друзей, героев и даже собаки. При этом 25% продаж будет пожертвовано, конечно же, на благотворительность. Видите, вот его покойный пес, здесь муха, возможно он вам именно и достанется. 10 тысяч будут проданы сразу и остальные там 11111 NFT будут собраны Джонни Деппом и его командой, да, и они будут дальше там заморожены на 3 месяца и потом он это все продаст или не продаст, а ставит себе на память. Ну давайте мы изучим это NFT очень кратко и посмотрим, стоит ли в него инвестировать. Смотрите, вот такие NFT, ну подобные NFT, на мой взгляд это самое глупое, что можно делать, ну это просто пустая трата денег. То есть у нас есть известный человек, дальше что они сделали? Они, скорее всего с ним связались какие-то промоутеры, да, которые хотят поднять бабла, и они ему предложили в принципе также поучаствовать в хайпе рынка NFT. Дальше они ему нарисовали коллекцию, да, там скажем так, создали коллекцию фоны, скажем так. То есть если вы обратите внимание, у него уже здесь есть изображение, и на этом изображении он уже возюкает свои какие-то дополнительные элементы. То есть он сам не рисует здесь ничего, он не художник. Ну то есть видите, вот есть Джонни Депп, да, и видите, вот он нанес здесь усы, вот видите, в прямом эфире показывает вам. Дальше надпись сделал здесь, и вот здесь вот добавил какие-то еще черточки, вот здесь добавил все. То есть это все, что от него требуется. Само этой NFT на самом деле особой ценности нет. Я, если честно, даже более того, я сомневаюсь, что он будет 1111 NFT вот здесь возюкать. Ну то есть представьте, голливудская звезда будет сидеть там где-то, да, и вот здесь возюкать 10 тысяч NFT. Ну зачем? Скорее всего, естественно, он сделал там, наверное, ну может 5, может 10 NFT, может 11. И дальше, по его примеру, с высокой вероятностью будет заниматься этим ассистент. Ну это мое личное мнение. То есть могу ошибаться, да. Ну то есть, если честно, здесь нет никакой ценности. Я, если честно, даже не знаю, кто это будет покупать. На момент, когда я узнал об этой коллекции 2 дня назад, здесь цена была 0,8 Виталика. Если бы я узнал о ней, ну буквально там на 20 часов раньше, здесь цена была 0,2-0,3. Ну то есть можно было зайти и ксануть, да, но вот эти самые часы, они очень важны, и один ты не успеваешь. В чем и смысл создать децентрализованное сообщество? Ну в первую очередь, и кто будет покупать вот раздробленные NFT любого цвета? Они будут получать доступ, скажем так, вот к всей информации, которая у нас будет по рынку NFT. То есть мы можем быть быстрее. Один человек не может объять необъятное. А если у нас будет, ну человек 50 или 100, который будет постоянно мониторить, другие закрытые группы будут мониторить рынок NFT, социальные сети и так далее, в том числе из Erscan, мы будем успевать заскакивать до толпы. И на этом можно, в принципе, неплохо зарабатывать. Итак, на чем зарабатывает Джонни Депп? И самое главное, сколько он зарабатывает на продаже этого NFT и почему я думаю, что это скам? Ну первое, он зарабатывает на том, что он предоставляет черный вход. Да, если вы не хотите, если вы взрослый человек, не хотите флудить там, заниматься артом и так далее, вот репостами, лайками, участвовать в лотереях. Ну то есть, то, чем занимаются в основном школьники, да, скажем так. Если вы не хотите этого делать, пожалуйста, 2500 долларов Джонни Деппу и Джонни Депп вас пропустят без очереди. Итак, сколько он уже пропустил без очереди? 2254 человека. У нас максимальное предложение 11111, но так как у нас белый список всего лишь 10 тысяч, да, а остальное он там все в карман кладет, это его еще один дополнительный заработок. У нас получается 22%. Я, кстати, не удивлюсь, если это не максимальное предложение, как здесь написано, да, вот 2254. Мне просто вот эта четверка не нравится. Обычно делают круглые цифры. То есть, если бы у него было бы здесь 2000, да, я бы еще как-то подумал, что это максимально. Но так как здесь четверочка, у меня вот вызывает сомнение. Я думаю, здесь цифра будет по мере роста маркетинга будет только увеличиваться. Поэтому это его первый заработок. Дальше. Второй его заработок, конечно же, на продаже его гениальных изображений, да, скажем так, художества. Стоимость на самом деле еще неизвестна. Он их продаст в количестве 10 тысяч с белого списка. И потом еще третий его заработок он продаст еще 1111 после того, как он продаст вот это все. Ну, то есть, вот третий заработок. Четвертый его заработок, он помимо вот этих изображений цифровых, он еще предлагает вам приобрести также там в течение определенного количества времени приобрести физическую копию цифрового изображения. Возможно, он будет продавать, может быть, вместе с рамкой. Может быть, да, вот как есть. Скорее всего, так и будет. Я не думаю, что он будет давиться из-за рамки. Ну, то есть, не тот человек. Тем более, он уже заработал первое на черном входе, второе он заработал на продаже основной коллекции, третье он заработал на том, что он себе еще забрал там 11% на карман, четвертый он зарабатывает на продаже физической картины, и, конечно же, есть у нас пятое. На чем он зарабатывает пятое? На вторичных продажах. То есть, на маркетплейсе Открытое море также есть вторичные продажи. Я не удивлюсь, если он сделает минимум 5%, минимум. Обычно они сделают 7,5%, плюс у нас Открытое море делает 2,5% и получается 10% вторичных продаж. Ну, то есть, как бы, видите, он зарабатывает вот на всем, что может. Вот чувствуется профессионализм. Я не думаю, что Джонни Депп сам бы до этого додумался. Я думаю, что у него работают профессиональные промоутеры. Также они обещают, что если вы приобретете, наверное, какой-то редкий NFT, вам попадется, вы можете там в Дискорде с ним попереписываться, он даже, возможно, с вами пообщается, ну и так далее. Я сомневаюсь, что что-то будет подобное. Может, он там выйдет, скажет всем привет, спасибо за бабки, чао-какао. Но я думаю, будет в лучшем случае так. В худшем случае вообще ничего не будет. Поэтому я все-таки вам предлагаю осторожно относиться к NFT-звезд, которые они выпускают. В данном случае эту коллекцию, конечно же, я приобретать не буду и никому не советую. Друзья, на этом сегодня все. Всем хорошего настроения. Инвестируйте с умом.